МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О событиях города и области расскажу вам я, Наталья Мороз, и мои коллеги, корреспонденты ОРТ. В эфире новости дня. Здравствуйте. И сейчас коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кладбищ не вывозятся годами. Кто отвечает за состояние погостов? Полтысячи зрительских мест и две ледовые арены. В Оренбурге появится новый спортивный комплекс. И начнем с предупреждения регионального МЧС. По данным Оренбургского гидромедцентра, ожидается настоящая летняя жара. Среднесуточная температура окажется на 9 градусов выше климатической нормы. Воздух местами прогреется до плюс 34. С 14 по 19 мая преимущественно в западных и центральных районах области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Пятый класс. А теперь к событиям этого дня. Мусульмане во всем мире отмечают один из самых главных праздников в году. Ураза Байрам. Традиционно его празднуют по окончании священного месяца Рамадан. В прошлом году праздник пришлось отмечать в онлайн-формате. Но сегодня оренбургские мусульмане смогли прийти в мечети на утреннюю молитву. Подробности далее. На утренней молитве во дворе Центральной соборной мечети Оренбурга несколько сотен мусульман. Пандемия повлияла на возрастной состав посетителей. Сегодня здесь не так много людей преклонного возраста. Гораздо больше молодежи. Многие из них перед этим весь месяц соблюдали строгий пост. Поститься не так сложно, голодание не так сложно. Сам пост заключается в том, что нельзя ссориться с близкими, нельзя кому-то грубить. В этом есть сложность поста. А голодать не так сложно. Муфти Оренбургской области Альфид Шарипов произносит поздравления и традиционную проповедь о важности поста. А после посещения мечети празднование в кругу семьи и друзей. Ураза Байрам не отмечают в одиночестве. В этот день принято ходить в гости, устраивать праздничные обеды, надевать новую одежду, вручать подарки. Многие в этот день посещают могилы предков. В некоторых регионах России Ураза Байрам объявлен выходным. В Оренбурге это рабочий день. При этом празднование может продолжаться до трех дней. Маликат Жумалеева, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Военные мемориалы и памятники героям Великой Отечественной войны разрушаются десятки объектов в удручающем состоянии. Как сохранить монументы и нужны ли они самим сельчанам? Разбирались мои коллеги Ольга Энгельс и Владислав Горбунов. Памятник участникам Великой Отечественной войны село Белозерка Октябрьского района. Подвиг советских солдат и дружников тыла, увековеченный в камне и металле. Внешний вид мемориала шокирует. На некоторых табличках не видны имена, дыра в груди воина. Хотя по уверченцам понятно, что сельчане приходили сюда 9 мая. Как он был поставлен, он вообще, по-моему, один раз, где-то лет 10 назад, может, что-то делали и все. У него высота достаточно высокая. Очень трудно сделать... Ну, нет людей, которые могли бы сделать как следует. Поэтому они стараются, администрация, но не всегда получается как надо. Нужно памятник содержать, а не ставить новый. Монумент установлен в 1983 году. За это время его ни разу капитально не ремонтируют. А в последние годы, по словам сельчан, только подкрашивают. В администрации решено заменить памятник. На электронной площадке даже проведен аукцион. Стоимость нового больше миллиона рублей. Памятник неизвестному солдату в селе находится в аварийном состоянии. Поэтому его ремонт невозможен. Гипсовые основания сильно потрескались от времени. И проведение капитального ремонта опасно для жизни. В связи с этим сельсоветом было принято решение о демонтаже существующего монумента и создание нового. В настоящее время проект «Новый памятник» находится на экспертизе. Печальная судьба и у памятника в селе Орловка Сокмарского района. Потрепанная временем стелла и звон жестяной медали. Элемент держится буквально на одном гвозде. Облупившийся монумент и сломанные ограждения подкрашивают каждый год. Но полностью капитально тоже ни разу не ремонтировали. На следующий год хотят отремонтировать ее полностью. Капитальный ремонт сделать. Остамент синий они хотят убрать. Заново ее залить. Либо они планировали новый образец сделать по-новому. Либо все заново. И таких проблемных памятников в Оренбурге около полутора тысяч. Чаще всего они расположены в небольших селах. Ежегодно на их ремонт выделяют до 30 миллионов рублей. А в юбилейные годы в три раза больше. Гость программы «Анализируй это» рассказал, где еще муниципалитеты могут взять средства на восстановление памяти. Если он не включен в состав муниципального имущества, есть а. спонсор, и б. есть на сегодняшний день такая технология, которая внедряется Министерством финансов Оренбургской области, называется инициативное бюджетирование. Некоторые районы, например, лидером является Шарлыкский район. То есть они уже несколько раз опробировали эту методику, потому что понимают, что для населения эти объекты, с точки зрения самоидентификации, они важны будут всегда. Вопрос сохранения исторической памяти сейчас проблема, которую нужно решать на государственном уровне. Пока на местном не приняты долгосрочные программы по восстановлению мемориалов. А разовые акции не приносят желаемых результатов. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов, Новости дня. К другим темам. С 14 мая на 11 маршрутов выйдут дополнительные единицы дачных автобусов. Ситуация с транспортом была критичной. Оренбуржцы жаловались на большой интервал между рейсами. Сегодня этот вопрос обсуждался на заседании правительства области. Министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Александр Полухин заявляет, обстановку профильное ведомство мониторивало все майские праздники. Часть дополнительных единиц автобусов уже выпустили на линию в первых числах мая. По трем муниципальным маршрутам, это номер 181, 182, 187, мы добавили количество маршрутов совместно с администрацией города Оренбурга еще с 4-5 мая текущего года. Также на заседании правительства области рассмотрели вопрос о предоставлении субсидий на приобретение сельхозтехники и оборудования. Теперь для получателя установлены требования по минимальному уровню зарплаты и обязательной регистрации работников в пенсионном фонде. Также при расчете субсидий будет учитываться поголовье животных. Все остается так же. Единственное, мы добавили, как и говорили, перечень субсидийной техники для обработки почвы за уходом паровым порядком. То есть, о чем говорили, тяжелая тянь. Конечно, она не входила. Все остальное, в принципе, остается по зарплате. Также эти изменения прошли. Все, кто занимается у нас животноводством, то, чем устанавливается в этом году, минимальный размер плата в 2021 году будет иметь 17400, в 2022 не менее 2500. В ходе заседания глава региона утвердил введение на территории Оренбуржии особого противопожарного режима. Это значит, что запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, а также проведение любительской охоты в лесах там, где установлен 4-й и 5-й класс пожарной опасности. Наталья Мороз, Семен Воробьев. Новости дня. Еще из официальной хроники. Губернатор Денис Паслер осмотрел ход работ в парке имени Ленина в Оренбурге, благоустройство которого продолжается в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реконструкция объекта началась прошлым летом, однако предстоит еще выполнить большой объем. В том числе подрядчик должен устранить все дефекты после зимы. Эту работу выполняет компания «Унистрой». В рамках гарантийных обязательств сообщает пресс-служба правительства области, меняют деформированные элементы деревянного настила амфитеатра, восстанавливают поврежденную часть плитки. Благоустройство на территории парка продолжается. Здесь будут оборудованы парковки, высадят цветы. Ежедневно на объекте работают порядка 60 человек. Думаю, что со временем станет объект один из излюбленных мест гаража, потому что я помню его в 2019 году, в котором он был сейчас, как сейчас он, конечно, поменялся. Но уход за ним, и в том числе недочеты, и гарантийные, конечно же, нужно в полном объеме доделать. Это обязательство подрядной организации будет доделать. Но мы проследим, чтобы все было доведено до логического завершения. Неделю назад Денис Паслер уже был на объекте. Тогда главу региона не устроил темп работ. Подрядчик пообещал ускориться. Сегодня губернатор отметил, что дело действительно идет к завершению. И совсем скоро парк имени Ленина станет зеленым и красивым, как того и хотели оренбуржцы. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем далее в программе. Спрос на дачи вырос в разы. На покупку загородной недвижимости россияне тратят миллиарды. Мусор с кладбищ не вывозится годами. Кто отвечает за состояние погостов? Полтысячи зрительских мест и две ледовые арены. В Оренбурге появится новый спортивный комплекс. Это новости дня, и мы продолжаем. В России фиксируется рост количества ипотечных кредитов на даче. С начала года на эти цели выдано займов на сумму порядка 8 миллиардов рублей. Более 2,5 тысячи ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки оформили россияне за январь-апрель 2021 года, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 724 кредита. По данным аналитиков, за время пандемии наблюдается увеличение спроса не только на ипотеку, на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии все чаще выбирают отдых дома, и многие задумались о покупке дачи. Эксперты уверены, что интерес к такой недвижимости продолжит расти, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за границу. Отмечается также, что больше всего ипотечных кредитов на загородную недвижимость с начала года выдано в Московской области. На втором месте Москва, в лидерах также Краснодарский край и Санкт-Петербург. Пока одни мечтают жить за городом, другие не могут решить накопившиеся дачные проблемы. К некоторым садовым товариществам вблизи Оренбурга невозможно проехать. Дороги разбиты. Можно ли надеяться на помощь в решении вопросов на администрацию города, узнала Анастасия Кубатко. Дорога не соответствует никаким качествам. Даже проселочная дорога лучше, чем эта асфальтированная. Улица Автодромная. Это 5 километров Ям и Колдобин. Владимир Чиндязкин – житель микрорайона Расташинские пруды. Говорит, в город по работе за день приходится ездить несколько раз. Машина такой дороги попросту не выдерживает. Да и нервы тоже сдают. Ведь ситуация не меняется на протяжении уже 20 лет. За это время на ремонт машины уже ушло около 100 тысяч. Каждый день туда и обратно ездить. Любой автомобиль здесь только нужно. На гусеничном может быть ездить. А такие автомобили, любой возьмите, они будут разбиваться все. Особенно жалко рейсовый автобус. 28 маршрут – единственный, который едет в Расташинские пруды. На нем же добираются и дачники, чьи участки чуть дальше. И для Анны Прилепиной этот путь – настоящий квест. На руках двое детей-инвалидов. Доедут ли до участка на автобусе или будут идти пешком несколько километров, выясняется ровно тогда, когда заканчивается хороший асфальт. И зачастую выбор водителей не в пользу. Высаживали на середине дороги. 28 маршрут, он просто говорил, я не повезу дальше. Потому что сейчас же все хотят заработать, а зачастую ремонт транспорта тоже за свой счет бывает. Обращались люди и в различные инстанции, но там ответ один. Я звонила в управление дорожного хозяйства по поводу нашей дороги автодромной. Но мне сказали, что наша дорога, она не включена в план. И ремонтировать они ее не собираются. По запросу в мэрии Оренбурга нас заверили. Текущий ремонт по данной улице запланирован уже в этом году. А дачники из Интегри-Бени звонить в администрацию уже перестали. Пенсионеры говорят, больше нет сил бороться. На протяжении 10 лет дорога разбита. В прошлые годы дачные автобусы ходили. В этом году администрация города маршрут не одобрила из-за плохой проезжей части. Пенсионеры сами взялись за дело. Практически за один день отгрейдировали дорогу, выровняли ее, заплатили. Но вдвоем мы с ней 33 тысячи поделили это пополам, два общества. Ну и после этого ситуация с транспортом не решилась. Вместо пяти рейсов маршрутного автобуса 138Г пустили всего три. Первые в 8 утра, последние в 7 вечера. В администрации города говорят, количество рейсов сокращено в соразмерно областных субвенций. Кроме того, добавляют дачные общества в соответствии с федеральным законом должны самостоятельно организовать беспрепятственный проезд к дачным участкам. В том числе заниматься ремонтом дорог. Анастасия Кубатко, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Проблема мусора выходит на новый уровень. Жители области жалуются на стихийные свалки на территории кладбищ. Причем нередко горы мусора складываются там годами. Подробнее в нашем следующем материале. Это кладбище на улице Авторемонтный. Центральные кварталы больше напоминают не место для захоронения, а полигон для сбора мусора. Куча буквально на каждом шагу. Старые цветы и венки, сухая трава. По словам горожан, вывоз мусора ни после Пасхи, ни после Радоницы здесь не производили. Куча много, да. В принципе, я вижу. Но я вижу с каждой дороги, вот на ту, на основную вытаскивает, а сколько по самой еще дороги. Площадь кладбища около одного квадратного километра. С учетом того, что куча мусора встречаются с интервалом в 5-10 метров, суммарные объемы свалки поражают. Причем на окраине кладбища, где большая часть могил заброшена, куча мусора перерастает в горы. Здесь, в старой части кладбища, горы мусора можно встретить буквально на каждом шагу. Вот мы видим поваренные деревья и пакеты с мусором. Здесь венки, банки с краской, какие-то цветы и прочее. Мусор свален в кучу, равный человеческому росту. Анатолий Рубцов рассказывает, что на этом кладбище похоронена его мама. За могилу он ухаживает регулярно. Правда, много лет не понимает, почему мусор с территории вывозится крайне избирательно. Кучки вот там лежат, они годами лежат, конечно, эти вот здесь. А у забора убирают. Оренбург не единственный город, где места захоронения превращаются в мусорки. Это Орск, Покровское кладбище. Картина идентичная. Поваленные деревья, ветки, ржавые кресты и ограды. В администрации города говорят, что это старое кладбище. Новые захоронения там не производятся. Соответственно, регулярный вывоз и уборка мусора, как на действующих объектах, не предусмотрены. Что касается Оренбурга, то управление ЖКХ областного центра обещает убрать весь скопившийся мусор в ближайшие три дня, до 17 мая. Вячеслав Кампо, Юргий Бурлуцкий, Новости дня. В Оренбурге будет построен большой ледовый комплекс. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта области Сергей Салмин. Совсем недавно в Оренбурге было запущено в эксплуатацию специализированное спортивное сооружение – Центр восточных единоборств. Сейчас Минспорт выбирает в областном центре земельный участок для возведения еще одного узкопрофильного объекта. А это трасса для зимних видов спорта с двумя ледовыми площадками. Первый лед тренировочный для хоккеистов различных возрастов, то есть он абсолютно без трибун. Второй лед – это для фигурного катания с трибунами, порядка 516 мест, для того, чтобы можно было проводить соревнования различного уровня именно в масштабах Российской Федерации. Плюс, соответственно, сухие залы, так называемые, хореографический зал, игровой зал для сухих тренировок и для проведения силовых тренировок. В настоящий момент ведется подготовка проекта. В областном министерстве строительства на этот год заложены деньги на проектно-изыскательные работы, сообщили в профильном ведомстве. В среду состояло заседание апелляционного комитета Российского футбольного союза, по итогам которого апелляция Оренбурга не была удовлетворена. И наш клуб не получил лицензию на право выступать в Премьер-лиге. Премьер-лиге Количество мест на стадионе должно быть не меньше 10 тысяч человек, тогда как на арене «Газовик» в Ростошах лишь 7,5 тысяч. Есть еще ряд менее значительных претензий. При этом не берется во внимание, что для нашего небольшого региона такая вместимость абсолютно приемлемая. Даже на матчах с «Зенитом» и «Спартаком» оставались свободные места. Плюс стадион «Газовик» дважды получал лицензию у ЕФА. Руководство Оренбургского клуба все-таки рассчитывает решить вопрос допуска на ближайшем исполкоме РФС. А в противном случае собирается обратиться в спортивный арбитражный суд. Анатолий Юденич, Анатолий Полянский. Новости дня. На этом все. Вернуться к этой программе, а также к другим телепроектам ОРТ вы всегда можете на нашем сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к официальным группам в социальных сетях. Далее вас ждет прогноз на ближайшие сутки в рубрике «О погоде и не только». Всего доброго и до встречи в эфире.